Время новостей на Первом Карагандинском. В студии работает Ирина Камышова. Здравствуйте! Ближайшие 20 минут я и мои коллеги вам расскажем. История семьи Мухамедшиных не закончилась. Почему судебные исполнители не произвели выселение, смотрите в репортаже Амина Смак. Жители домов по улице Шорса борются с самого правства со стороны Акимата. С подробностями Сергей Журавлев. Коммунальщики отчитались о подготовке к отопительному сезону. Все свои болячки, проблемы вы прекрасно знаете. Узкие места вы все знаете. Николай Недвора. Пожилая чета Мухамедшиных, которую из дома выгнала родная дочь, так и не смогла въехать в собственное жилье. Эта история длится уже полтора года. Суд вынес решение в пользу пожилой пары. Уже сегодня они должны были заселиться в законные квадратные метры. Однако на пороге дома их ожидал неприятный сюрприз. Амина Смакова с подробностями. Прошедшее накануне судебное разбирательство приняло решение в пользу Фераи и Наиля Мухамедшиных. Сегодня судоисполнители приехали, чтобы произвести выселение дочери Венеры Мухамедшины. Однако та дверь ни в какую не открывает. Пенсионеры уже больше года кочуют по съемным квартирам, пока их родная дочь устраивает свою личную жизнь в их собственном доме. Правда, сегодня для Наиля и Фераи Мухамедшиных поистине святой день. Пожилые люди считают минуты, когда смогут вселиться в законные квадратные метры. Суд решение вынес в нашу пользу. Дом мой, земля моя, все. Ну вот мы сейчас на данный момент приехали вселяться. Фераи Мухамедшина еле стоит на ногах. За полтора года скитаний, ссор и судебных разбирательств пожилая женщина подрывала свое здоровье. Сейчас у пенсионерки серьезные проблемы с сердцем. Простите, я ее так прощу, ничего не желаю плохое, но жить в данный момент я не могу с ней жить. Я ее вообще боюсь сейчас. Мы вырастили ее, она выучилась. Адвокат потерпевших считает, что проблему можно было решить и мирным путем. Но учитывая, что дочь Мухамедшиных упорно не хотела идти на переговоре, пришлось обращаться в суд. Венера никакой уступки не пошла. Поэтому мы сделали все это в рамках закона, соблюдая все законодательные нормы. Пока родная мать держит обиду на дочь, Венеру Мухамедшину защищает ее неофициальная свекровь. Пожилая женщина, несмотря на преклонный возраст, стала осыпать ругательствами своих несостоявшихся сватов. Сама Венера Мухамедшина от комментариев отказалась и даже оказала сопротивление пришедшим стражам порядка и судебным исполнителям. Оказалось, что дочь потерпевших уже успела подать касационную жалобу в областной суд, потому выселение откладывается. На сегодняшние исполнские действия приостанавливаются, но после рассмотрения касационной жалобы, если оставят без удовлетворения, то исполнские действия производятся в полном объеме. То есть гражданка Мухамедшина со всеми членами ее семьи будут выселены с данной квартиры. Радость пожилых людей мгновенно улетучилась. Супругам снова придется скитаться по чужим углам. Служители Фемиды в течение месяца будут рассматривать касационную жалобу. Корреспонденты Первого Карагандинского будут следить за ходом событий. Амина Смакова, Жеслана Мандыков, Марат Култенов. Первый Карагандинский. А вот один из дворов Майкудука постепенно превращается в свалку. Мусорные баки, казалось бы, установлены, однако без соблюдения санитарных норм. Так утверждают местные жители. Район Акимат на проблемы горожан закрывает глаза. Каково жить в антисанитарии, узнавал Сергей Журавлев. Ну невозможно, это почти что село. Вот это. Это какой городской территория. Жители домов по улице Шорса не могут добиться справедливости от Акимата. Мусорные контейнеры, установленные возле их домов, не соответствуют никаким санитарным нормам. Жители, как они сами его называют, чертова перекрестка, уже несколько недель обивают пороги Октябрьского Акимата. Люди требуют обустроить мусорную площадку по всем правилам. Пока же здесь нет ограждения. Отходы разносятся по всему двору ветром. Баков всего 2 на 6 домов. Словом, сплошная антисанитария. Да еще и горкомтранс переносит в контейнеры прямо под окна жилого дома. Надо так. Потому что надо. Бумаг не показывали, фамилии не называли. Приехали нахрапом. Раз мусорку перетащили, второй раз мусорку перетащили, третий раз мусорку перетащили. Делают это тихо, незаметно. По словам жителей, представители районного Акимата не согласовывали и не получали разрешение от СЭС на установку мусорных баков в этом месте. Представители Акимата от каких-либо комментариев отказались. Они ящики только привезли. И говорят чисто. Вы видите, уже там свалка какая. Тут что только не возят. Что только не возят. Выйти на улицу нельзя. Никакого штрафа, никакого наказания. Только с нас все. Вот нам под окна они поставлют. И нюхайте все. Не обошлось тут и без участкового инспектора. Он, по словам граждан, пригрозил им административной и материальной ответственностью, если жители района будут трогать мусорные баки. В Караганде мужчина до смерти забил сожительницу. Тело 35-летней женщины с признаками насильственной смерти было обнаружено вчера в одной из квартир дома по улице Бирюзова. Как выяснилось, 18 июля в своей квартире в ходе бытовой ссоры 26-летний мужчина избил гражданскую супругу. Карагандинка от полученных травм скончалась на месте. Подозреваемый задержан. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается. Глава области остался недоволен ходом подготовки региона к отопительному сезону. На рабочем совещании Боржан-Абдишев призвал услугодателей в ближайшие два месяца завершить все подготовления к зиме. Репортаж Марка Брюшко. При себе наладите соответствующую работу. Тя информация, которая приходит, она была достоверная. В ходе совещания Боржан-Абдишев дал ряд конкретных поручений, касающихся своевременного и качественного проведения ремонтных работ, подготовки жилья и социальных объектов к предстоящему отопительному сезону. Все свои болячки, проблемы вы прекрасно знаете. Узкие места вы все знаете. Проблемы, которые животно повторяются, все еще там просто суровые зимы. Где что надо подтянуть, вы все эти места знаете. На этом необходимо будет обратить внимание. Что касается учреждения образования, то к предстоящему сезону горячих батарей готовы 105 из 112 объектов. В этом году на ремонт коммунальных сетей выделят порядка 32 миллиардов тенге. Это гораздо больше, чем в прошлом году. В настоящий момент ведется работа по установке общедомовых приборов учета тепла. По состоянию на сегодняшний день готовность к отопительному сезону 51%. Это 1129 домов. По району Казабикбей есть небольшое отставание на 1%. 681 дом. И Октябрьский район идет на 1% больше. На заседании также рассмотрели ход подготовки к осенне-зимному периоду карагандинских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3. Аким города Мирамс-Могулов подчеркнул, что в целом ремонт ТЭЦ проходит в плановом режиме. На ТЭЦ-1 уже произведен капитальный ремонт четвертого котла. Далее по плану работа на втором и третьем котлах. Что у нас так? Что надо сделать? Что там разумеется, что там не было условия риска? В ходе совещания были заслушаны информации руководителей ряда предприятий-услугодателей, а также отчеты Акимов некоторых городов и районов. Андрей Липунов, директор компании «Теплотранзит Караганда» в своем отчете рассказал, что ремонтные работы по замене труб в данный момент ведутся на улицах Новоселов, Гоголя, в микрорайонах 22 и Степной. Все работы по улице Воинов-Интернационалистов завершены. В данный момент здесь восстанавливают дорожное полотно. Все работы можно печь в соответствии с утвержденными графиками. Отставаний нет. Людские ресурсы, материалы обеспечены полостой компанией. Также нами ведется работа по прессовке, промывке, наладке и выдаче актов стопроцентной готовности для объектов жилья от Кульбыта. Марк Брюшко, Жаслана Мандыков, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Чуть больше 100 тысяч – именно столько в среднем получают жители региона, если верить отчетам чиновников. Накануне подвели итоги социально-экономического развития области за первое полугодие. Об основных показателях отчитался первый заместитель главы региона Габит Мухамбетов. Он отметил, что за полгода в области снизилась смертность, в том числе и младенческая. Снизились показатели безработицы и бедности. Вместе с тем наблюдается подорожание продуктов питания. Мухамбетов добавил, что не на должном уровне поставлена работа акимов районов и городов по сдерживанию инфляционных процессов и обеспечению продовольственной безопасности. Динамично развивается строительство. Достигнут рост объема подрядных работ в полтора раза вводимого жилья на 10,1%. Объем продукции, произведенный субъектами малого и среднего предпринимательства, в составе более 250 миллиардов тенге, с ростом на 5%. Пять предпринимателей из Балхаша получили 3 миллиона тенге на создание новых производств. В регионе стартовал пилотный проект по предоставлению государственных грантов. Такая инициатива призвана развивать малый и средний бизнес в моногородах. Первые итоги подвели сегодня на заседании Координационного совета по форсированному индустриально-инновационному развитию. Проект стартовал в этом году. Первоначинателем стал город Балхаш. На получение государственного гранта претендовали 11 компаний. Региональная комиссия выбрала лишь 5. На создание новых производств государство дает 3 миллиона тенге. Причем на безвозмездной основе. Проекты были достаточно значимы по финансам. Первый проект хотелось бы побольше средств реализовать. Но пока ограничились 15 миллионов. На Курсовете рассмотрели проекты для включения в карту индустриализации, а также те, которым необходима господдержка. Вот, к примеру, в Приозерске появится новый пирс. На берегу озера Балхаш построят современную зону отдыха. Инициаторы проекта просят власти помочь с подведением инфраструктуры. Проект предусматривается строительство 4 котельных домов в каждом доме с номером и 20 номеров эконом-класса для отдыхающих, кафе-ресторан, автостоянки, пирс для вшпаковки, яхт, котировок. А вот компания «Кинжир» собирается создать энергоавтономную, экологически чистую, безотходную технологию выплавки кремния, создание 80 рабочих мест. Стоимость проекта больше миллиарда тенге. Еще несколько проектов были поддержаны Координационным советом в рамках Нарожной карты бизнеса 2020. Мечети области в священный месяц Рамазан устраивают благотворительные ужины. По словам имамов, после вечерней молитвы у людей не хватает времени для того, чтобы добраться домой и вовремя принять пищу. В мечеть может прийти любой человек, даже тот, кто не держит пост. Представители духовенства примут всех желающих. Ужин устраивается на средства из фондов мечети и пожертвования прихожан. В мечети номер один каждый вечер собирается порядка 70 человек. Большая часть из них – мужчины. Рамазан – это отказ не только от пищи, но и от неблаговидных поступков и действий. Хайрала Бесимбаев на Ипымам Первой мечети рассказывает, что сегодня закончился последний день первой части священного месяца. Поэтому он особенно важен. В этот месяц верующие должны совершать как можно больше добрых дел, отмечает священнослужитель. На сегодняшний день, говорят представители духовенства, держат посты и посещают мечеть в основном молодые люди. Это очень радует, потому что так происходит передача духовных ценностей. В Коране написано, что впервые он был передан людям именно в этот месяц. Поэтому он считается священным. Коран покажет людям правильную дорогу, что такое добро, а что такое зло. Выпуск продолжит новости спорта. О них расскажет мой коллега Берик Апаров. Он уже в студии. Берик, тебе слова. Об итогах матчей Лиги Европы через пару секунд. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Allugal. Galvin, Hercules. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Allugal. Allugal производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Allugal – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легка в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Allugal адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это Allugal. Сегодня на стадионе «Шахтер» состоится матч очередного тура Казахстанской премьер-лиги по футболу. Чемпион страны принимает на своем поле шимкенские ордобасы. Приходи на стадион и поддержи свою команду. Иртыши Актубе сыграли свои первые матчи в очередном отборочном раунде Лиги Европы УЕФА. Павлодарскому Иртышу в соперники достался клуб из Боснии Герцеговины – Широкий Бриек. Водушевленные матчами с Левски, павлодарцы ринулись сразу с места в карьер. И после первого тайма казахстанцы вели в счете 2-0. Неуверенная игра в защите позволила гостям сравнять счет, но полузащитник Гафуржан Цуимбаев не позволил испортить праздники и принес победу павлодарцам – 3-2. Неожиданно беззубую игру в атаке показал самый опытный еврокубковый боец Актубе, который проиграл свой матч норвежскому хеду – 1-0. Оба клуба оставили не самые удобные для себя счета перед ответными матчами, но шансы все же есть, и они довольно существенные. На этом у меня все. Берегите себя и занимайтесь спортом. Спасибо, Берек. Наш выпуск подходит к концу. Напоминаю, телефон новостной службы 1-го Карагандинского, 42-06-49. Звоните, если у вас есть интересная информация. Мы желаем вам приятных выходных. Всего доброго. Аман Сау Бонгсдар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова